49 миллионов плюс 7 из запасов городской казны. Таков в этом году бюджет ремонта Ярославских школ и детских садов. Работы уже идут практически во всех районах. Особое внимание уделяется кровлям и кабинетам. Вместе с инспектирующей комиссией качество новой отделки проверяла наша съемочная группа. Ремонт в 32-й Красноперекопской школе ждали не один десяток лет, поэтому и показывают его с нескрываемой радостью. Уже через месяц в обновленные стены переедет кабинет биологии. Это один из трех школьных классов, попавших в ремонтную смету. Бонусами стали косметические работы в санузлах, новые двери и софиты над учебными досками. Все это, надеется, педагогический состав поможет привлечь в школу больше учеников. Раньше вынужденный ретро-стиль помещений на родителей потенциальных первоклассников наводил тоску. Условия, которые мы создаем на втором этаже, будут предназначены для детей начальной школы. Потому что за начальной школой будущее, наверное. На данный момент ученики здесь есть, но немного. В 10 классах их 120, в том числе и дети с ограниченными возможностями. Поэтому школа на особом счету у пожарной инспекции и Роспотребнадзора. Таких проблемных объектов на Красном Перекопе больше десятка. На их ремонт из городской казны выделено 8 миллионов рублей. Особое внимание в этом году уделяется кровлям. Будет сделана кровля 32-й школы, 12-й школы, 40-й школы, 13-й школы. Меняем старые шиферные на металлочерепицу в детских садах в 62-м, 48-м. Ремонт крыши в 32-й школе – это пройденный. Ее доделывают. Сейчас главные претензии к фасаду. Рядом со школьными стенами даже в сухую погоду находиться тревожно. Ко всему прочему, в этом году школа отпразднует 80-летие. Да и имя учебного заведения обязывает. 32-я школа носит имя Валентины Владимировны Терешковой. И мы знаем, насколько это почетно для города Ярославль. Выделено полтора миллиона на кровлю, 950 тысяч на косметический ремонт внутренних помещений. И еще полтора миллиона мы даем на то, чтобы сделать фасад. В общем, по городу сумма на ремонт образовательных учреждений – 56 миллионов рублей. В том или ином объеме работы идут во всех школах и детских садах. Завершиться они должны к началу нового учебного года. Елена Третьякова, Александр Рябков.